Люди, если вы, если никто не возражает, я бы представился, предоставил слово Зееву. Выключаем звук. Да, спасибо. Выключаем звук. Открываем вот перед тем, как выключить звук. Я хочу попросить всех открыть тексты. Это нам поможет. Очень, да, пожалуйста. Мать Хануха. То есть Хануха. Зеева, да. Да, 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 да. Пожалуйста, откройте оригинальный текст. Я хочу прочесть еще 17 строк на сегодня. Если останется время, я прочту всю поэму потом. Но не с самого начала. Сначала переведем эти 17 строк. Следующие. С 15 строчки и до 31. Я их сейчас прочту. Эйн хэкэр лин халим шэнэфлуээл айам. Эйн хэкэр лин тибай хэм баээш шээбээ. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. И я надеюсь очень на вас, что ваши переводы и ваше понимание помогут и мне увидеть красоту на русском языке, а не только на иврите. И вот эта пятнадцатая строчка, то есть первая в нашем сегодняшнем. Не узнать тех рек, что в море упали. Запятая. Следующая строчка. Следующая строчка. Следующая строчка. Элогай. Элогай. Может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, даже лучше. Следующая строчка. Ватасимей Нибаам Амуд Эшбе Лейлав И сделал меня в народе стулпом огненным в ночах его Ватасимей Нибаам Амуд Эшбе Лейлав Следующая строчка А кровь в теле моем, запятая, будто нефть в сосудах своих Тут я должен сказать, что на еврите, когда говорят нефть, имеет в виду не только нефть, но и керосин, и бензин Когда-то в лампадах здесь или в печках таких, это называется нефть, но это не нефть, это либо солер, либо керосин Так что можно представить себе любое горючее Запятая в конце этой строчки и следующая строчка Возгорается и горит сама по себе Можно просто возгорается сама собой или от себя То есть ее никто не зажигает снаружи Ее, его, это горючее Следующая сторона Первая строчка в ней Сияние это восклицательный знак Потолок воспламеняется Запятая Следующая строчка Бавуата нофелет башулхан Венецат Отражение его падает на стол Тире И возгорает Имеется ввиду, что стол Я написал не только отражение, но и отблеск Тоже может быть Бавуа обычно это отражение, но Может быть отблеск В конце строчки точка запятая Отблеск его или отражение Падает на стол Тире И возгорает Имеется ввиду, что стол Как бы возгорает Это не естественно, что Точка запятая Следующая строчка Возле него сидит тело на чужбине Запятая Которому Конечно, возле него, это возле стола Тело на чужбине подчеркнуто То есть Гринберг пишет о себе, что только телом он начал пить Но Но Сей лав Это как? Аль е дой е шев гуф Шей лав Которому А, там продолжение Да, 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 да Которому Следующая строчка Уми мену Шоф ага Длейка Микол цад И от которого Он подчеркивает это слово Распространяется пожар Со всех сторон Двоеточие Следующая строчка Вся комната пылает Со всей мебелью И вещами Я, конечно, подчеркиваю Это душевный огонь Как огонь заката Это не настоящее Следующая строчка Ум наген ганэ лам Минаген бехей лам И скрытый музыкант Играет на своих инструментах Двоеточие Ну тут скрытый Может быть и таинственный Невидимый Можно и как пропавший Это прочесть или нет? Нет, 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 нет Нет, нет Двоеточие в последней В этой строчке И следующая строчка Мейлоней мамре Хочу подчеркнуть, Элоней Мамре – это место, к которому пришел Аврагам. И о нем идет речь здесь. То есть, эта мелодия начинается с Авраама. Элон Море, то, что сегодня называется? Я имею в виду месяца, 9 ават, день разрушения храма. Да, понятно? Прекрасно. До ночи ават. Следующая страфа, как видно, это на следующей странице, но мне кажется, что это следующая страфа. На бликах стены тень тела древнего. Он подчеркивает эти слова. Тень тела древнего, двоеточие. Тень отца, точка. Следующая строчка. С минуты на минуту умножит ответвления свои. Хочу пояснить. Слово цейлим, это, конечно, имеет два значения. Есть цейлим, это деревья. Определенный сорт деревьев, какие именно, трудно сказать, на сегодняшний день, есть несколько возможностей, но это деревья. Но есть второе значение, что это тоже от слова цель, тень. И поэтому я перевел умножит ответвление. То есть есть ответвление у тени. Если тень, как бы, ночь идет дальше, это закат, и тени становятся больше и шире. Вот, с одной стороны, это как бы ответвление теней, а это еще и ответвление тени отца. С другой стороны, ветви – это дерево. То есть я решил как-то соединить вот эти два значения, библейские значения слова цейлим или цейлим. Тут двоеточие в конце строчки. Следующая строчка. Эйлугем ханихаб шегейрик лемок раб. Это воспитанники его, которых он призвал на битву. Два тире в конце строчки. Если вы помните из Писания, то когда была война между царями и полонили родственника Авраама Лота, то он призвал своих воспитанников, 318, ваярек эт ханихаб, так написано в Библии. И тут он пишет, они, то есть как бы все мы, все мы как бы его воспитанники и его ответвление. И последняя строчка в данный момент. Херев баэш вехинор вехейла. Меч в огне и скрипка и топор. Два тире. Хочу подчеркнуть, что, конечно, слово кинор, оно библейское. И имелось в виду, как видно, не скрипка, а что-то подобие арфы. Не наша скрипка, да? Не струнный, то есть не смычковый инструмент. Это раз. Второе. Слово хейлаф – это топорик, это может быть молот, это может быть долото. Потому что это редкое слово, оно тоже библейское, но есть только в псалмах один раз. И может, там это орудия, которыми разбивали что-то, но они могут и строить. Они могут и что-то делать из дерева, строить что-то и так далее. Вот это на сегодняшний день, 17 строчек. Если у нас есть еще время, во-первых, если есть вопросы, я отвечу. А если нет, я бы хотел прочесть всю поэму с начала и до конца. Может быть, это поможет кому-то как-то воспринять это на слух. Ваше предложение, товарищи. Игорь, можно открыть микрофоны? Не возражаю, бяки. Товарищи, что вы предлагаете? Я бы прошел... Прочитать всю поэму. Прочитать сначала и до конца, да? Да. Хорошо. Вопросы по данному тексту есть еще у кого-то? Тогда мы решим их сейчас и... Сейчас можно... Котик, я так не слышу ничего. Сейчас он закончится скоро. У кого это все какие-то разговоры? Ханох. Ханох, все? Все, все. Все. Далина, у нас записывается. Конечно. Хорошо. Конечно. Если можно, микрофоны выключите, я прочту всю поэму. Ле-ли-бе-эр-нон. Шир хит-вад-аут. Бешал-гей-по-лин. Та-фри-сад-и-тет. Бешал-гей-по-лин. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Но есть у нас и такая опция Зума Поэтому Игорь, как вы себя чувствуете? В смысле Здоровья, конечно Лучше немножко? Бау-богу, не хуже Не хуже, да Пожалуйста, всем Спасибо, Игорь, спасибо всем Я еще не совсем оправился Но тоже немножко лучше И поэтому решил прочесть Все, я не знаю Или мешало вам Я еще не совсем Мешало А, не мешало, ну и прекрасно И мы старались не мешать Да, вы точно не мешали Это да Но почему-то там возникали Возникали спады Значит Провалы были, не сказали Были провалы, да Это, наверное, интернет Это интернет Пишем Это интернет Я не Я не Не Ну понятно, да Я понимаю, что это техническая Какая-то проблема Есть сторож Он интернет Конечно Нет Спасибо Всего доброго, дорогие друзья Всего доброго Всего хорошего Алина Алина, спасибо особое Возвращайтесь Да Целые невредимые Спасибо Я надеюсь Без глупостей Да Здоровый Здоровый И И И И Веселый Всего доброго До свидания До свидания Всего хорошего До свидания До свидания Продолжение следует...